МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Это программа «Бокс в лице». И я ее ведущий Александр Игнатов. Сегодня гость нашей программы Денис Шапик. Денис Шафиков. Российский боксер-профессионал, выступающий в легком весе. Весовая категория до 61 килограмма 200 граммов. До 2013 года выступал в первом полусреднем весе. Весовая категория до 63 килограммов 500 граммов. Родился 3 июня 1985 года в Миассе, Челябинская область. Рост 165 сантиметров. Боксирует в левосторонней стойке. Боевое прозвище Чингисхан. Женат, двое детей, сын и дочь. Бронзовый призер чемпионата России 2003 года по любителям. На профессиональном ринге дебютировал 3 ноября 2003 года. Провел 38 боев. Одержал 36 побед, 19 из них нокаутом. Потерпел одно поражение, один бой, завершил в ничью. В 2011-2012 годах владел титулом чемпиона Европы в первом полусреднем весе. В 2014 году претендовал на титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. За свою карьеру встречался с такими известными боксерами, как кубинец Брюнет Заморе, итальянец Джузеппе Лаури, узбек Алишер Рахимов, а также экс-чемпион мира в легком весе мексиканец Мигель Васкес. Денис, здравствуйте, приятно вас видеть у нас здесь в Екатеринбурге, в фитнес-центре Рахиборец. Мы знаем, что у вас предстоит бой в Соединенных Штатах Америки с Руисом Бартолеми. Это свободный титул, название чемпиона мира в легком весе. Мигель Васкес отказался от него. Итак, когда и что будет? Здравствуйте. Пока даты боя неизвестны, но, скорее всего, это будет октябрь-ноябрь месяц. На следующей неделе я улетаю в Срединных Штатах, в Биг Брюнет готовиться к бою. Идут переговоры. Я думаю, что где-то в октябре, наверное, в октябре, в начале ноября будет бой. Подготовка будет проходить именно в Соединенных Штатах Америки. В каком зале, где, с кем? Тренируемся мы в Абели Санчисон, в Биг Брю. Ну, там не только я, там и с нашей компанией. То есть это Мурат Гассеев и Кастанин Пономарев. Будем с ними готовиться. Ну, и еще и другие, то есть это мексиканцы, кубинцы там уже тоже тренируются. Все, все, все. Все, да. Денис, если вы здесь, то я не могу не задать эти вопросы. Кто вы и что вы? Расскажите немного о себе вообще. Кто вас привел в бокс? Откуда вы? Родители? Чем занимаетесь? В общем, такую информацию, которую мы, конечно, все это можем прочитать в интернете, но хотелось бы это все узнать из первых уст. Родители у меня с деревни, с Аркаешского района. Родился я в Мясе, в городе Мясе. Отец у меня работает на заводе, то есть в поштехнике, сварщик. Мама у меня директор Центр детских и юношек туризма. С чего началось ваше становление в боксе? Родители привел меня отец лет 7 в бокс. Я думал, что подстал от меня, пойдем запишемся. Ну и все, и так вот, все понеслось, закрутилось. Кто был ваш первый тренер? Было два тренера. Это Исламов Сергей Михайлович и Собина Сергея Владимирович. Какой у вас был первый бой? И помните ли вы эти яркие моменты этого боя? Пусть он даже будет, когда вы еще совсем маленькие были. Что именно яркого заполнено? Первый бой. Это, наверное, была матчевая встреча. Мя-Златоус. Тогда, конечно, было страшновато выходить. То есть все-таки первый бой. Я тогда проиграл. Было обидно, плакал. Вот так вот. Дальше же все не помните. Это было где-то лет, наверное, 7 было, когда мне было. Когда я Кратово записался. Как я знаю, что Златоус и Мя-Златоус, наверное, постоянные и вечные соперники во всем. Во всех видах спорта. Города находятся рядом. Поэтому приходится вам всегда соревноваться, спаинговаться. Еще Чебаркуль можно туда подключить, да? Ну, Чебаркуль не так развито. То есть я снова хорошие боксеры в злодоустие. Как вы считаете, любительская карьера у вас же складывалась удачно? Или есть еще что-то недосказанное в любительском боксе? Знаете, я по любителям стал, по юниорам стал третьим на России. То есть это для меня, наверное, был потолок. То есть с детства мечта была стать профессиональным боксером. То есть нас тренер садил в тренингскую, включал бои профессиональные. Майк Тайсона, Рой Джонса, старые бои. То есть уже тогда я уже думал, все, перейду к профессионалу. Была мечта. И как только появилась возможность, я даже неразумно перешел к профессионалу. Денис, ты часто самостоятельно принимаешь решения, касающиеся твоей карьеры? Или есть какие-то третьи силы, которые тебя направляют, помогают? Это вот Олег Богданов. Мы уже с ним давно работаем. То есть я с ним советуюсь. Все мне подсказывает, что делать. И когда подписали, вот, с ура, бог, твоего мужа, сейчас это Алексей Васильев. Также обсуждаем дальнейшие наши планы все вместе. Уход в птицей компании, это было свое решение? Это было общее решение, не только мое. Пришли к выводу, что все, надо уходить. Надо бежать. Надо сбежать, да. Беги, не избеги. Хорошо. У тебя сейчас часто проходит подготовка в США, в Америке. У тебя там есть свои фанаты, которые тебя любят, ждут? Наверное, не так много, как у меня в городе. Ну, наверное, есть. Я даже не интересуюсь. Туда вот приезжаю, все, погружаюсь именно в тренировки. Заготовится. Трудно ли заниматься подготовкой к университетам, не мешает ли тебе, например, вот тут питание, атмосфера временная, может быть, языковой барьер? Нет, как бы, знаете, тяжело, конечно, от семьи отрываться, потому что постоянно в разъездах. Ну, а так, ну, жизнь такая, то есть, выбрал такой нелегкий путь. Потому что, я думаю, что охота добиться, добиться, кстати, чем чемпион мира, кто столько лет отдал боксу, как не зря. Что ты считаешь, нужно подчеркнуть нам, россиянам, какой опыт взять, например, там, как у Соединенных Штатов, у финнов, может быть. А может быть, и Китай, я знаю, ты, и Китай тоже принимал участие в боях. Ну, это твое мнение. Ну, я даже не знаю, что это, это опыт, опыт именно боксерский опыт. Да, или в организации, или делать сборы какие-то. Понятно, что ты не от хорошей жизни тренируешься там. Не, ну, конечно, там, в Америке, допустим, там все условия для этого, для тренировки, там бекса бокса, туда, все едут туда, там тренироваться. То есть, уже даже, даже любители, у них уже профессиональная манера, у любителей, то есть, их уже, как бы, готовый профессионал. Вот, и там тренера, я думаю, все туда, вот, и едут в Америку, тренироваться именно там. Нам-то есть что оттуда? Нам что есть, ну... Ты сказал в одном интервью, что все хорошо, только у нас холодно. Ну, как бы, да, погодные условия, единственное, что, говорю, там-то постоянно тепло, где мы тренируемся, где мы живем. Я даже знаю, что у нас, в принципе, что у нас, не хватает, я думаю, может, таких же тренеров, как, как там, вот таких вот именно известных, как Фредди Роуч, так вот, Абель, Санчез, то же самое, вот, таких вот. У нас есть тренера именно хорошие, это любительские тренера. Ну, любительский бокс, это любительский. Да, любительский бокс, то есть, а именно от профессиональных. Ну, вот, Александр Васильевич Демил тоже, вот, в свое время, как и был, первый у нас в тюрьму мира, Арбачаков Юрия. Ну, опять же, они тренивались в Японии, жили в Японии. Хорошо, тогда как Китай по сравнению с Россией, организация турниров в Китае и в России? Организация, я думаю, такая же, как и у нас же, то есть, ничем не хуже, да, я помню, помню, я был в Питере, когда там проводили бои, то есть, парализация все так же, тоже. Зал был, конечно, не слишком заполнен в Китае, вот, в последний бой, который проявил я. То есть, ну, может, чуть больше половины, наверное, арена была заполнена. Но это тебя не смущает? Это, нет, это не смущает. Ты всегда выходишь из Касима, Ченгестана? Ну, сейчас, сейчас, последние два боя я в нем не выхожу, так как надо его заменить на новый, он уже, ну, поступает. Да, вот, сейчас буду заказывать их новый костюм, опять же, буду выходить. Костюм дополняет прудище, или ты дополняешь, или прудище дополняет Костюм? Получилось как? Получилось как? Вот, когда мы подписывали контракт с финами, то есть, финны предложили в Ченгестан в прудище. Я согласился, ну, с условием, что я выхожу в своем на своем костюме. И они были не против, и вот, это, с 2007 года выхожу в этом костюме. Надо было финам сказать, давайте, Салват Юлаев. Ну, видите, Салват Юлаев, как бы, Ченгиз Кан, он, его знают, все знают его. Салват Юлаев только узнает у нас в России, кто такой. То есть, он завоеватель. Завоеватель? Ченгиз Кан, завоеватель всего мира. Всего мира, да, то есть. Ну, тебя это устраивает? Да, меня это устраивает полностью. Бокс остается боксом. Как ты проводишь свое свободное время? Что ты любишь? Уезжаю в деревню, либо к родителям, либо к тёще. То есть, и там проводим время. Как? Покос. Ягоды. Рыбалка. Я рыбалку не люблю. Охоту. Охоту тоже. Вот я ходил на охоту, меня пригласили. Я не в восторге был от охоты. Было холодно. За зверями захотелся бегать. То есть, нет, охота-то не мое. И все это такое, знаете, там. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство, да. То есть, я вот тоже в планах потом, в дальнейшем, собираюсь уехать в деревню. Спокойствие. Спокой, вот, по свежему воздуху. Да, свежий воздух. Какую музыку ты слушаешь? Музыку слушаю транс. Такую, дискотечную музыку. Не связано с деревней. Не связано с всем. Ну, нравится мне, да? Хорошо. Она звучит, что у тебя в наушниках, наверное, в время пробежа тренировок. Да, постоянно. Хорошо. Этот вопрос я задаю практически всем. Назови мне, пожалуйста, первую десятку или пятерку. Скорее всего, десятку. Лучших боксеров столетия. На твое усмотрение. Столетия? Да. Это, ну, во-первых, это Мухаммед Али. Майк Тайсон, Рой Джонс, Артур Агати, может, Майвезер. Ну, мне нравится Пакияо. Хорошо. Прошедший бой Майвезера Пакияо, как ты его отменяешь? Потому что многие говорили, что это бой века, к нему долго шли. Некто, сопродюсер, промоутер, тот, например, сказал, что этот бой должен был состояться еще 10 лет тому назад. Как ты его на них смотришь? Ну, вот я посмотрел вот первый раз, то есть моя оценка была такова, что я думал, что Пакияо выиграл. Потом пересматривал бой, и картинка менялась постоянно. То есть Майвезер был точнее, Майвезер был точнее, но я ожидал Пакияо большего. То есть он будет идти, серийно работать, что-то как-то он, не знаю. Ну, хотя я читал в интернете, что у него была проблема с ключом, может, из-за этого он не мог добавить. Ты считаешь, что все ищут всегда оправдание. Вот если, в мое мнение, надо выигрывать так, чтобы не было никаких недосказанностей. И не искать проблемы на стороне. Плечо, семейное положение и так далее. Скорее всего, Пакияо был просто не готов. Может быть, да, он просто не готов был к этому бою. Может, не настроен был, не так мотивирован. А может быть, просто его передержали, этот бой долго передержали? Может быть, но мы об этом за ним узнаем. Какая-то причина была этого боя, исход этого боя. Тебе он понравился? Или среди, или можно сказать, что это не матч столетия, не бой столетия? Это да, я могу сказать, что это не бой столетия, просто я ожидал большего. Пакияо, что он будет больше работать, больше ударов наносить. И, наверное, не только я, все ожидали. А из наших боксеров кто тебе симпатизирует? Столетие. Из наших боксеров? Да, я думаю, что это вот мне нравился пирог Дмитрий. То есть его манера ведения в бой такая интересная была. Кто еще? Рома Кармазин. Вот Руслана такая тоже зрелищная, Проводникова. Да, то есть у него именно мексиканцем, вот так, панчер такой идет, бьет. Ну, тоже зрелищный боксер. Костя Дзю. Костя Дзю, да, Костя Дзю. Как же, боюсь, мы забыли. Костя Дзю тоже кумир, постоянно смотрели его. Головкин. Головкин, ну, Головкин он в Казахстане, но он все-таки. Да, Головкин. Русскоязычный. Русскоязычный, да. Как относятся к русскоязычным? Ковалев еще. Ковалев там подсказывает. Да, Ковалев. Мясо там не пустят в Челябинскую область. Не в Мясо, а в Челябинск не пустят. Мясо, вообще, твой любимый город такой. Ну, это чувствует себя комфортно. Ну, конечно же, дома, в Мясе. Ты постоянно живешь в Мясе? Да. Семья у тебя здесь. В Мясе? Семья, да, находится в Мясе. И заключительный вопрос. Над чем ты бы хотел поработать, что у тебя отлично не получается? А, возможно, какие-то, как-то, переломить подготовку именно под этого бойца. Есть ли какие-то моменты? Ну, моменты-то, наверное, вот удар поставить, то есть бить жестче. Я думаю, что и тренер этому у нас учит. Тренировки специальные. Ну, хотелось бы, единственное, что вот удар был жестче. Ну, хорошо. Спасибо, Денис, за интервью. Желаем тебе дальнейших побед, удачи. Ну, приходите на лучшее на передачи. Да. Алексей, вы часто бываете за океаном с нашими бойцами. Что вы можете сказать? Как к нашим людям относятся там именно? Что тренерский состав? Что просто обычные люди? Ну, начнем с обычных людей. Никакого напряжения, антагонизма со стороны американцев к нам нет. Ну, вообще им по-большому все равно, что там у нас происходит на Украине, на Донбассе. Они даже немного удивляются, как так, один народный, между собой, чего вы там не поделили. Ну, и главное у них, как бы, вот, я из принципа моих отыскраиванный, они из-за этого принципа и живут. А тренеры, конечно, относятся очень положительно. Они видят огромное трудолюбие. У вас много талантливых боксеров из России и стран СНГ. И им приятно с нами работать. Гораздо приятнее, мне кажется, чем с местными ребятами. Ну, там же много других. Например, там, мексиканцев очень огромное количество. Там было дальше с Южной, скажем, Америки огромное количество спортсменов. Там, там, существует ли у них выбор в пользу русских? Мир профессионального бокса так устроен, что боксер выбирает тренера, тренер-боксера. Но это должен быть такой общий союз, общее взаимопонимание и взаимное доверие. Вот, если боксер чувствует, что его не удовлетворяют услуги тренера, то он будет стараться искать другого, либо чем-то он там недоволен, еще что-то. А тренер всегда интересный, престижный, работает с боксерами, которые его слушают, выполняют его указания, меняются, растут и, ну, обладают большим трудолюдием. Вот русские боксеры и боксеры со стороны бывшего Советского Союза как раз этими чертами обладают. Ну, просто середнячок там, наверное, не приживется. А боксер, который хочет добиться многого и который многими талантами обладает, там достигает действительно многого. Это территория возможностей. Это Америка стран меккобокса. Поэтому там наш так, ну, по-настоящему раскрывается. Трудно ли заключать контракты с нашими боксерами для боев именно с их спортсменами? Например, для Дениса Шахетова тяжело найти соперника. Это коллективная работа нас и ко-промоутера Дениса Топрент. Я думаю, что такой особой сложности нет. Есть тактическая борьба, есть между уже кланами, между промоутерскими организациями. Есть определенные сложности на вот этом уровне, на котором Денис находится. Но так или иначе, соперники находятся. Боятся наши? Каждый, я думаю, боксер немножко боится боя. Как и нормальный человек. Ну, конечно, многие, если есть возможность выбора, то они выберут как того-то боксера не с травмом. Но когда выбора нет, и когда вы ставите ли фактом, либо ты здесь получаешь такие деньги, либо ты получаешь, либо ты получаешь меньше, ну, наверное, фактор денег обладает больше объявлений. Какие сложности возникают именно с проведением турниров у вас, как у менеджера, как у директора, как у промоутера? Есть сложности какие-то? В момент? Да. Ну, мы же работаем в партнерстве с крупными промоутерскими компаниями. И эту часть работы взволняет. У нас как бы меньше часть работы там, ну, относительно промоутера. То есть мы работаем здесь, здесь, в России. Начальные бои ребят проводят здесь. И потом уже подготовлены с, ну, выше среднего уровня. И там достигают больших высот. Поэтому, ну, часть работы, которую мы проводим здесь, есть сложности, свои, и мы их решаем успешно. Которые там, в бояне, это решать. То прэнк, либо другой какой-то промоутер, с кем мы сотрудничаем. Какой опыт нам нужно перенять, чтобы организовать такие шоу, как вы считаете? Опыт? Ну, это среда. Это подготовленная среда. Да, это большое, много времени прошло, много великих боев. В свое время бокс был одним из самых популярных фидоспортов. Сейчас немножко популярно с Утихо. Но с приходом Элла Хеймана она, наоборот, увеличилась. Потому что количество денег туда добавилось существенно. И интересы опять огромные того возникают. Ну, нужно время для этого. Специалисты есть, любители бокса есть. Но нет еще такой зрительской культуры, которая там находится. Которая там. И нет такого количества больших боев, нет такого количества большого боксера, которое там. Нужно время для того, чтобы субборить. Может быть, стоит, ну, даже с нашим каналом, мир бокса, больше доносить людям нашей страны о таком спорте, как бокс. Не пора ли бокс поставить спортом номер один, в отличие от футбола, к примеру? Ну, в отличие от футбола, 100% пора. И так, мне кажется, по результатам мы далеко-далеко опережаем их жить. Таких результатов не добиться, которых добиваются наши боксеры. Ну, а то, что появился такой специализированный канал, как Бокс ТВ, это огромное поспорье всем нам, промоутерам и тем людям, которые любят бокс, в нем работают и активно развиваются. И я хотел бы пожелать вам дальнейших больших успехов. Давайте сотрудничайте, работайте вместе. Мы готовы помогать, чем можем, там, людьми, информацией, контактами. И общее дело делаем, поэтому я думаю, что мы достигнем хорошей результаты. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Наша программа подошла к концу. С вами был я, Александр Игнатов, в программе «Бокс валится». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова